люди не поняли совсем мне звонил папа и говорил вера это просто ужас ты сейчас потеряешь всех подписчиков что ты делаешь это из-за меня я очень хотела чтобы инстаграм накрылся да ладно все не быть мне актрисы надо уходить из профессии как случилось то что ты была утверждена на одной из главных женских ролей меня утвердили на другую роль не на агата меня это так сбесило это успех вера вера да ё-моё насколько этим 17 и баньконе все равно что они это сделали утро началось со слез в этой премьерной серии ребята это прошлый век зачем вам это нужно количество хейта оно чуть-чуть меня затормозило надо или я могу сразу уходить неужели все неужели нет возврата всем привет я люся светлова актриса певица стендап комик и блогер и вы на моем подкасте не слабый пол это подкаст вдохновение для всех женщин мои прекрасные гости рассказывают как они идут по своему пути в сторону своих целей и мечтаний и ярко проявляется в этот мир вера так рада что ты здесь честное слово это очень взаимно я знаешь с чего начну с комплимента благодаря тебе мое отношение к инстаграму и в целом к моему блогу и к блогингу внутри инстаграм получила вторую жизнь да ладно да да потому что ну вот прикинь я начала в семнадцатом году снимать то есть по сути когда только появились минутные ролики они раньше были до 15 секунд в твоем детстве вот это было детском саду но я шучу а в общем они были 15 секунд и только-только они появились и вот некая там плеяда блогеров стали выкладывать не было еще жанр вайна вообще то есть по сути как бы мы вот в том числе там аташа краснова который сейчас ты встретила мы этот жанр придумывали тестировали совершенно точно я первая кто стала делать музыкальные видео то есть петь короткие песни в квадратиках на несколько голосов такой короткий жанр и написать сколько я всего попробовала за этот период да уже пять лет я уже просто выгорала я снова возрождалась опять выгорала написаешь я еще очень такой плодотворный человек я не снимаю один ролик в неделю то есть у меня как всегда было много масштабно как кино то есть целая команда и все и понятно что особенно когда в прошлом году инстаграм гикнулся на честно сказать мне так это надоело что я думала господи слава богу правда то есть это плохо так говорить но я иногда говорю своими друзьями простите вся эта бодяга вот этого прошлого года это из-за меня я очень хотела чтобы инстаграм накрылся просто извините я зря так хотела но на самом деле очень надоело я уже не знала что ну как бы что куда мне двигаться и я уже понимала историю про вертикальные видео и в целом снимала их пошел тренд на эту историю мне хотелось понять как я могу интегрировать в эти вертикальные видео не просто делать тупо опять по минуте эти ролики так же только вертикально раньше мы горизонтально или квадратно теперь вертикально и вот я увидела тебя когда я подписалась только-только начинала вести свой блог и это было ну как первая любовь это когда ты горишь меня помню это хорошо в семнадцатый год мой восемнадцатый это прямо вот это когда ты просто живешь не спишь не ешь к выложил и сидишь да ну что на сколько там на сколько я помню это это невероятное чувство просто это просто потрясающе я понимаю тебя очень хорошо и когда я увидела твой формат когда ты ну я-то понимаю что ты дубляжом делаешь да вот идея дубляжа но она не то что ты изобрела эту идею да но сам факт то что это коротко и это дубляж плюс музыка создает киноэффект чистота вот эту я еще музыканта мне вот этот кайф и на самом деле кино от вот stories очень звуком отличается это восприятие в том числе очень сильно поэтому очень долгий комплимент получился но от чистого сердца это такое вдохновение я поняла что действительно класс я буду искать что-то в этом ключе плюс я очень активно сейчас занимаюсь кино хожу на кастинге это будет еще одним таким способом показать меня как бы внутри кино в том числе да стопроцентно скажи как все началось как все получилось знаешь лишь я бы очень хотела дать ремарку про дубляж потому что сейчас я так улыбаюсь вспоминая как я к этому пришла ну я смотрела вот как раз таки более такие каноничные ролики где люди крепят себе петельки я такая блин а у меня петельки нет надо заказать на озоне я значит заказала но снимать то хочется ну понимаешь вот это вот если мне что-то хочется у меня здесь и сейчас я думаю как же быть как же быть микрофона нет придет через три дня я думаю а может вспомнить как я озвучиваю себя в сериалах я попробовала и за эти три дня людям стало это так заходить и мне в том числе что когда уже мой микрофон пришел я такая что-то как-то и не хочется я его использовала только для ролика где типа у меня берут интервью но я ничего не подключала он как бы получилось как декорация вот сейчас переезжаю увидела его и выкинула ну подожди ты использовала я твой подписчик в распаковке это тоже очень удобно когда много букв и ты должна много рассказывать вот это у меня вот это вот это или ты просто на телефон снимала у тебя там не дубляж все распаковки у меня обычным звуком а ну то есть и с петличкой не паришься нет нет там вот когда идет распаковка я думала надо ли там делать озвучку и как-то вот не захотелось ну да там это не нужно и stories все без этого а вот про формат мне ты там спросила типа как я к этому пришла и мне кажется что я вот как раз таки к этому пришла из-за того что у меня первостепенно театральное образование и моя глобальная мечта она ну всегда была стать актрисой и все что связано с кино все какие-то проекты ну они меня и заставили прийти в блок особенно вот когда я увидела успех лапенко или ирины горбачевой я подумала так стоп так можно можно себя так показать потому что заходов было много гораздо больше чем те разы когда ты уже меня наверное увидела и вообще кто-то наконец меня заметил это классика да я и инстасериал снимала и с подружкой снимала она мне сказала то что слушай что-то это муть какая-то на этом мы денег не заработаем пойдем на обычные работы я говорю нет я не могу сдаться и как бы наверное сейчас ей странно вспоминать тот день когда она меня отпустила в это свободное плавание потому что кстати после нашей сепарации у меня прям так полетела когда не от кого не зависишь вот ты говоришь вот про команду что у тебя всегда были масштабные проекты масштабная команда а я для себя заходя вот и сейчас свой формат открыла такую штуку что мне всегда было вот до этого я пробовала с командой и пока всех соберешь пока но еще денег то нифига вначале нету пока ты всех замотивируешь ребят это будет бомба а что-то как-то ну не получается сразу и в общем я решила надо найти что-то такое где я не буду зависеть вообще ни от кого кроме себя и своего телефона ну и какой-то локации по фонам плюс тогда был еще бум тиктокеров там дани милохина вали карнавал юли гаврилины и меня восхищала то что такой простой формат имеет такой колоссальный результат но при этом мое театральное образование мои какие-то режиссерские там замысла сценарные они не давали мне по совести снимать липсинги ну вот просто как-то я чувствовала ну и что липсинге слишком это мало слишком это мало да и плюс для липсинга все равно ты должен как будто быть тоже определенным человеком таким baby фейс да очень такой как бы фигуристый но чтобы это было очень мило и залипательно что ты такая вся baby фейс красотка пышно грудая ну и там что-то ля 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 3 рубля и я понимала мне будет ну здесь просто ну это путь в короче в тупик и самое главное что этого уже стало так много а хочется то чтобы тебя узнавали тебя понимали и тебя понимали конечно и поэтому я стала думать вот в сторону каких-то скетчей вот я правда никогда не считала это вайном потому что я все играла как бы сама и меня очень вдохновило я пересматривала на тот момент сериал друзья и клинику что тут я так я обожаю клинику я тоже я тоже я возвращаюсь к этому сериалу наверное уже ну лет 10 как бы систематически и я смотрю и чувствую что мне так нравится вот это дыхание с которым ты смотришь что где-то можно серьезно но при этом там такая игра же гротескная даже но ты помнишь тут же джейджи ну наверно вот тут у меня и стало вырисовываться что хочется снимать так чтобы люди на тебя смотрели как на любимого киногероя типа о вышла новая серия моего любимого ситкома вот но тут конечно видишь тоже есть своя какая-то опасность что многие люди сейчас после выхода короля и шута они говорят охренеть мы так боялись что образ ну будет тяжело восприниматься но ты настолько другая что типа респект ты это сделала там это совершенно не отличишь но я понимаю что для кого-то наверное из киноиндустрии это может быть проблемой да они к сожалению очень консервативные я понимаю и как раз вот тоже хотела коснуться этого что вот столько лет да я ждала тоже на волне популярности мединоч там у оли все кто снимал контент такой и потом выстрелил я тоже ждала приглашение в кино и так далее но я столкнулась с тем что действительно неважно что ты актриса там закончила гиде что у тебя есть фильмография не имеет значения но если ты вот стрельнула здесь то ты в первую очередь будешь блогером вот поэтому мне кажется что сейчас уже подрастает и входит в профессию определенная когорта и кассина директоров вот мне кажется у тебя в том числе агент очень современная да ленка моя леночка да 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 я я тоже кликала смотрела кто твой агент то есть это тоже привет то есть это люди которые уже понимают что это плюс а не минус то есть то поколение не всегда даже имеет инстаграм нам кажется странным какой нибудь хаздир он просто может даже не быть в курсе вообще что и как происходит может вконтакте есть максимум или даже ничего просто телефонная книжка телефон там или что-то еще и в том числе я думаю что сейчас будет и продюсеры абсолютно сменяться и режиссеры то есть это все еще будет востребовано и ценно это будет то что ты делаешь да но ты знаешь все равно даже вот с ленкой мы иногда сцеплялись на эту тему допустим когда меня ну начинали представлять и в первую очередь говорили там блогер и актриса и я просто говорю в первую очередь актриса и не блогер а видео креатор или видео блогер в таком случае мне это реально режет потому что я не классический блогер но я не снимаю там типа доброе утро это мой завтрак это вот это и не выворачиваю всю свою личную жизнь вот и это мне кажется ну как бы очень весомое отличие видео креатор ты или ты ну классический там блогер миллионник как мамочка какая-то или просто кто мотивирует но это никакого отношения то есть это по сути твое кино это твой канал на котором транслируется твое кино да именно именно и вот все равно даже когда мы вот я говорю с леной немного сцеплялись вот из-за этого блогера там я допустим задаю вопрос а почему вот например вот этому артисту там ну вот то 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 ну мы просто как бы обсуждаем очень эфемерно она говорит ну потому что там уже есть все-таки определенный список проектов а ты же больше блогер и я опять такая да ё-моё но при этом медийности допустим ну как бы определенно больше больше да и это ни в коем случае там тоже не в обиду актерам потому что ну вот моя другая подружка даша она актриса на мне наоборот жалуется что ей говорят у вас недостаточно медийности то есть как бы у кого какие получаются проблемы здесь но у всех проблемы одни и те же мне кажется что в итоге профессия актера это вот знаешь профессия в которой тебе должно повезти я почему очень люблю возможность выражаться через видео вот видеоблогинг потому что там если ты много работаешь ты обязательно получишь но если ты в актерском доходит об обучайся обходи все кастинги но нет гарантии и вот это вот меня конечно даже сейчас периодически просто убивает когда ты приходишь на пробу и ты видишь допустим режиссер не в духе но просто иногда видно и ты такой ну что ж надо или я могу сразу уходить и ты уже такой ладно отстреляюсь и это каждый раз очень кстати бьет по самооценке особенно да вот ты наверное понимаешь когда ты где-то уже реализованный вообще что тут даже на площадке короля и шута реально ко мне подходили взрослые люди говорили можно для дочки сфоткаться и я такая да конечно и это классика вообще уже жанра когда я где-то снимаюсь но при этом при всем для кастинг директоров и продюсеров как ты правильно отметила мне кажется что это иногда даже не то что плюс это минус типа что за фигня мы как бы про высокое а это это что хотя ты понимаешь какой на самом деле за этим стоит труд я уверена что за этим будущее и моя стратегия не сходить с этого пути не стесняться этого продолжать это транслировать то есть просто понимать что ты делаешь на ты очень качественно делаешь вещи контент делать его как будто глазами режиссера твоей мечты или там кастинг-директора твоей мечты или какого-то проекта твоей мечты и понимать что это коррелируется да вот с образом который ты хочешь создать делай пиши что хочешь делай любые фото даже фото не знаю видео я считаю что это плюс и нужно гордиться тем что мы делаем да я согласна и поэтому я как бы вообще этого не стесняюсь я всегда это тоже защищаю но сама вот я чувствую что надо ну немножко вот рефлексируя особенно вот сейчас когда я понимаю боже как хочется новых классных проектов и особенно когда ты понимаешь что ты очень многогранен вот я думаю сейчас о том как бы мне свой контент внедрять еще какие-то более возможно драматические вещи я собираюсь банально начать читать стихи причем не какие-то классические интересных современных авторов в том числе и юмористические и саркастические какие там годно даже белые стихи того же там васи а кермана и или какую-то прозу делать тоже может быть современную какие-то отрывки но тоже с дубляжом со всеми делами с интершумом чтобы погружать тотально чтобы то есть делать такое видео чтобы в комментариях писали из какого это фильма да 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 это очень классно я согласна это будет не смешно и пускай это будет коротко пусть это меньше лайков собирает что будет скорее всего другая задача у видео другая задача вот у меня ровно такие у гениальных людей мысли сходятся делай делай кайф пиши сама стихи что хочешь ну видишь вот мне например стихи они не так внутренне вот мне хочется именно какую-то прозу и я отдаю себе отчет что это нерегулярная рубрика но это там условно раз в неделю ты на себя примеряешь что-то чтобы и в тонусе оставаться и все-таки показывать тем же кастинг директорам посмотрите я могу быть совершенно разной я думаю сама можно писать просто маленький кусочек решить что сегодня у меня эмоции это надрыв да я кстати представляешь я так и думала и я кстати выгружала даже участвовала когда-то в конкурсе для 123 production там надо было написать как бы свою историю ну типа тяжелой судьбы и я написала и участвовала в конкурсе к сожалению не выиграла но я так прониклась этим роликом что я его все-таки выложила там я сочинила короче ролик про эскорт причем с очень легким отношением к этому и такой не блядский а типа что девочка это сделано просто на слабо себя взяла посмотреть могу вообще как у прикололась классно такого чувака типа и это собрало вот просто феерический фидбэк да это было ну не типа стратегия на миллион на два и выше но я моя актерская часть она такая да да это приятно и вот с королем и шитом сейчас абсолютно рассказываю уже про него это следующий мой вопрос как случилось то что ты была утверждена на одну из главных женских ролей как тебе там снималось были ли там ребята из группы снимались ли они ну в общем расскажи короче вот ты говоришь попала плохое слово но получается если честно что реально попала потому что ну сама группа она мне ну с детства на самом деле очень близка особенно вот песня которую я и проиграла по итогу это кукла колдуна и когда вот стали все говорить снимает короля и шута мне написала кастинг-директор этого проекта а потому мы с ней давно там она меня на разные пробы звала ну ты понимаешь у всех кастинг-директоров примерно открытая база и она говорит вот там типа на агату я думаю боже мой боже мой я как бы тут же врубила куклу колдуна начала скакать по комнате уже все представлять как я снимаюсь приезжаю на проба и вот это тоже конечно такая актерская штука вот насколько я стала уверенным в себе человеком но когда я приезжаю на проект в который я безумно хочу ты хочешь не хочешь но ты становишься не собой немного ты даже вроде говоришь как будто это все равно немного не ты степень важности конечно там лично рустам режиссер он был и вероника наш второй режиссер привет если вы это смотрите и короче как-то человеческий коннект он прям сразу словился а я еще на тот момент покрасила что волосы в красный у меня такое настроение было тоже не очень это правильно было но они не смывались и в общем мы костинговались костинговались и через какое-то время мне сообщают что меня утвердили на другую роль не на агату но это король и шут я если честно была рада абсолютно любому исходу я когда даже с тех проб ехала это вот у меня начались супер загоны я думаю господи ну что за красные волосы ну почему так они по-другому все не быть мне актрисы надо уходить из профессии все я как говорят блогер ну видимо короче понимаешь бывает и вот меня утверждают на другую роль на хозяйку старинных часов тоже по песне и вот тогда уже стали говорить что появляется линия фэнтези и я такая вау круто все и вдруг но я уже живу приезжаю в питер на пластический грим там это все было классно меня облепили глиной мне звонят и говорят вера можешь еще раз приехать на пробы на агату и я такая ну конечно я еду и на этот раз я вообще не парюсь даже не вырежалась знаешь вот этого стилизации не было ну все но у меня есть роль и значит я когда выхожу из поезда а нет из самолета я даже летела тем утром мне говорят вы садитесь в машину там уже тоже забираем алексея в общем этот алексей мы с ним начинаем болтать сразу вот прям тоже нашли коннект и в процессе разговора оказывается что он на проекте еще и как актерский коуч он говорит она какую роль ты пробуешься я говорю на агату и мы естественно что-то стали обсуждать и когда мы приехали и рустам ну вот с вероникой говорят вот лёша помоги там ребятам у нас уже была какая-то с ним база я себя с ним чувствовала комфортно и я кстати вот тогда подумала как важно быть открытым миру ведь можно было сесть с незнакомым человеком в машину уткнуться в телефон а можно было типа здрасте а вы там это и ну прошли пробы и в принципе уже на тот же вечер стали так появляться звоночки что видимо прошла и на следующий день мне сказали все утверждена наверное там грим офигел потому что все пришлось переделывать костюм тоже ибо съемки были там что-то через два дня через три то есть мой герой это в итоге был последний утвержденный герой хотя казалось бы но агату я тогда еще лично не знала и какая она она вообще она потрясающая сильно она невероятно сильная и она знаешь вот такой человек который открывается далеко не всем и ну как бы не сразу и я ужасно нервничала перед знакомством с ней потому что все очень боялись что она как бы может не одобрить не оценить не принять и мы уже сняли даже первую нас прошла первая смена она очень хотела познакомиться она очень хотела понять кто блин ее играет да а ее всячески ограждали от этого у нее уже тоже начались вопросы почему мне не показывают кто меня играет и в какой-то вот момент после нашей первой смены мне звонят и говорят все агата хочет с тобой познакомиться но я тут же такая господи смесь такого восторга ну и жесткого страха потому что а что если от разных людей ты слышишь разное кто-то любит человека кто-то не любит кто-то говорит ну там стерва все держись если что-то не понравится ну как бы будет всегда так как хочет она но в итоге это просто происходит любовь с первого взгляда мы оказались невероятно похожи внутренне очень много забавных совпадений начиная даже о которых никто не мог знать начиная с того что она хотела заниматься военной журналистикой и я выбирая ну выбирала между актерским и военной журналистикой у нас вот с ней очень есть похожая черта мы оба борцы просто допустим она немножко больше держит в себе силу и как бы не выражает свои эмоции бесконечно ярко а у меня наоборот всегда все написано на лице но по сути уже сейчас многие люди думают реально что я ее младшая сестра очень многие на выставке вот кинопоисков на панк выставке ко мне подходили и говорили передай привет сестре мы ее обожаем и мы с агатой очень смеемся ну потому что это уже видимо ну ну реально какие то как она говорит и я согласна что у нас есть какие-то кармические взаимоотношения и вот мы сейчас вместе даже в дубай летали тоже там ужинали это уже не два посторонних человека мы уже реально стали как сестры но в том числе естественно и с андреем она впустила меня в семью семья очень быстро приняла и это ну это наверное мечта любого артиста играть человека с которым ты имеешь возможность пообщаться в этом что-то магическое есть однозначно то есть когда ты играешь человека который живет и вот ты встречаешь его это как ты встречаешь знаешь мне бывают такие мысли а если где-то есть кто-то кто выглядит так же как и я каково будет встретить этого человека и вы увидите вот как бы взглядом прикоснуться и это я как знаешь мураками я даже не помню какая книга мне почему-то вот навеяло это магия того что ты рассказала как он вышел из квартиры пошел кататься на колесе обозрения и он поднимается на колесе и видно его квартиру и он смотрит в бинокль а там он квартире не знаю меня прям торгнуло это но мураками он такой да 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 как пелевин то есть поставить под сомнение то что а если там сейчас стена пока я не увижу эту стену и она появляется как только я на нее посмотрела да то есть это такие вот штуки то что ты говоришь это вообще какое-то вот это это магия и то что между вами она произошла это да это правда это какая-то сумасшедшая энергия и ну до сих пор мы решили уже просто не задумываться об этом и мы как бы приняли это как факт и очень многие тоже сейчас особенно после выхода 6 серии пишут просто овации там кастингу что вы так похожи а на самом деле ну путь утверждения он был тернистый но снова он был кармический вот кто-то же выбрал тебя тоже другой стороны ты понимаешь кто-то почувствовал это да 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 и явно что искали подбирали но все равно все получилось так и я даже рада что получились такие эмоциональные качельки ну не просто пришел увидел победил а ты как бы оказался ну каким-то волшебным образом это всегда но я воспринимаю как такие ну судьбоносные вещи и поэтому да конечно проект ну проект волшебный во всех смыслах ощущаешь сейчас какое-то более усиленное внимание к себе ну и в целом не знаю кто-то тебя узнает именно вот по вот этой истории да ты знаешь уже даже под роликами на ютубе например пишут о агата о только что видел ну то есть как бы ты уже в первую очередь начинаешь восприниматься какими-то людьми но совершенно с другой стороны и это правда очень приятно но кстати было тяжело в сам вот выход шестой серии потому что очень много и каких-то хейтеров есть сейчас у сериала и у проекта в целом и ну как бы скандалы какие-то конфликты там раздуваются ну и конечно в начале на меня полилось ну прям такие жесткие вещи утро началось со слез вот премьерной серии а потом почему-то все вот это из моего поля ушло и у меня пошли сплошные какие-то позитивные отзывы причем еще что самое важное от людей ну кто из индустрии и кто не мои друзья грубо говоря от посторонних такую точку зрения ну и точка зрения продюсера классных фильмов масштабных она всяко перекрывает какого-то хейтера ну в инстаграме ты понимаешь или там на ютубе и вдруг вот это вот все оно просто стало ко мне приходить вот таким потоком добра и я выдохнула окончательно и более того еще в контакте ну видимо очень многие сидят на порталах киш в контакте у меня контакт заполнен только положительными сообщениями вот я иногда периодически стараюсь там ну отвечать людям и все пишут хорошее то есть наверное хейт где-то есть но меня он не касается я знаю что ты веришь и занимаешься и самопрограммированием и позитивное мышление все остальное на что у нас фокус то и будет потому что всего есть много особенно соцсети они прям вот так вот все прям вот на поверхности и ты можешь залипать либо в негатив и прям вот в нем находиться либо ты можешь просто его от ботинка так вот отколупать и дальше пойти об травку и пошла ой знаешь сегодня утром написала подписчица вот называется людям нечего делать это вот я как-то выставляла ролик про то что меня достали по поводу моих губ что все говорят типа сделаны и это уже тоже боль на самом деле но короче пишет мне девочка что представляешь в телеграме наткнулась на группу они сделали пост семнадцать причин почему у нее все таки сделаны губы скажите это успех вера вера это успех восприми это так меня это так сбесило я ладно порши но ты писаешь насколько людям не все равно на тебя неважно в какую сторону насколько этим семнадцати ебаньконе все равно что они это сделали это прелесть это ж надо сколько пунктов реально да вот я написала девочки пожалуйста пришли очень интересно посмотреть что это кто это но короче поэтому да слушаю про губы и про брови но я уже как поняла в конце что твои проекты от тебя все равно никогда не уйдут и вот даже сейчас получая где-то допустим отказы я не расстраиваюсь я думаю ну значит это не мое знаешь я недавно слышала потрясающую фразу сейчас очень в тему она так меня поддержала когда тебе кто-то говорит нет это не значит что у тебя не получится это значит у тебя не получится с этим человеком да понимаешь все нет другого да да нужно просто понимать это не с ним с другим я просто помню как подружка моя одна актриса она мне сказала что она вот она мне эту теорию про роль что твоя от тебя не уйдет и рассказала и она говорит я вот когда после проб выхожу очных я даже девчонкам которые сидят говорю девчонки вот там вот если чего вот такое вот он просит вот вы там вот это вот это и все с таким подозрением на нее смотрю чему ты с нами да типа и думаю это может быть она наоборот а я тогда еще тоже вот зеленое вот это вот какое-то соперничество я говорю настя почему ты так делаешь она говорит вер твое никогда тебя не уйдет а вот кармический менеджмент он всегда может прекрасно сработать и я вот это так запомнила из того дня вот у меня совершенно изменился подход и к отказам на пробах и какой-то актерской взаимопомощи я больше не воспринимаю вот актрис как каких-то соперниц и даже если им будет да а мне нет значит это не моя роль значит я не раскроюсь и в этот период в моей жизни будет что-то более важное для меня конечно конечно я согласна с тобой знаешь я хочу что обсудить с тобой я хочу обсудить с тобой твою креативность я сняла слушай вот пока все бренды были у нас с нами вот за эти пять лет более 600 рекламных интеграций все были креативные все ну то есть у кого-то кни я с ним работала и для меня был даже каждый раз вызов и есть сих пор когда ко мне приходит реклама то есть как сделать так и с какой стороны посмотреть какой подход выбрать чтобы это было креативно необычно и залипательно для людей чтобы они проглотили да вот эту рекламу гораздо легче и написали тебе в идеале у вас лучшая реклама и так далее и у тебя вот это очень круто получается очень филигранно я прям смотрю и вижу родственную душу думаю кайф это просто супер ход или наоборот нет такого что ты логично говоришь о чем-то о чем-то о чем-то и логично возникает продукт а бывает вообще нелогично возникает это это парадокс это высший пилотаж я обожаю такие штуки когда просто вдруг раз просто ты что и как бы эффект такой вот неожиданно 25 кадра когда ты вот уже и и как бы в теме расскажи пожалуйста как ты оцениваешь подход к рекламе какую ты видишь вообще стратегию того какая должна быть сейчас реклама в социальных сетях неважно на ютубе или где-то еще объясню почему я спрашиваю потому что на мой взгляд очень многие рекламодатели они вообще не понимают что сейчас другое время вообще не я иногда смотрю твою рекламу я думаю какие она нашла слова чтобы объяснить что не нужно показывать и говорить а это штука она та 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 как ты сказала им что я даже не произнесу название вашей пижамы она будет вот тут в комментариях потому что важнее не вот это сказать а вызвать эмоцию и ежу понятно что я в пижаме ты опускаешь глаза в первой строчке крикабельная ссылка как многие не вообще не понимают нам нужны stories я говорю да забудьте но какие stories зачем вы это зачем вам это нужно нам нужна подводка типа того что вы часто меня спрашиваете ребята это прошлый век так работает так больше не работает и никому не объяснишь мне очень нравится когда мне дают полную свободу и как я к этому пришла я изначально просто предупреждала о том что я не делаю классический формат где-то приходилось сбивать цену например за это в начале но когда я была очень неуверена в этом но я не могла себя заставить вот перейти к классической рекламе потому что мне казалось это неуважение к моим зрителям мне хотелось чтобы даже в рекламе у них было ощущение что они все равно посмотрели что-то приятное и все равно где-то улыбнулись и посмеялись и у меня это короче родилось только из-за уважения к зрителям и чтобы не рушить какие-то охваты я люблю зрителей больше чем я люблю деньги и у меня деньги никогда не стояли самоцелью вот я с недавнего момента в агентстве вот дашуля тут сидит и осели это вот мой менеджер по рекламе и она всегда мне присылает и говорит вот здесь вот явно тз очень канонично и она всегда всем пишет мы не работаем строго по тз и либо на это соглашается либо нет если нет я думаю ну и ладно главное себя не предавать да это точно но ты говоришь про креативную рекламу вот я тоже когда делала креативную рекламу все эти года я тоже не делала прямую рекламу но все равно были правила особенно когда были горизонтальные видео но там прям вот просто это была классика дабл креатив дабл какая-то история но все равно в какой-то момент вот эти вот 15 секунд условно говоря ты должен был даже за это ты стоял на голове белом на ноздре не важно ты должен все равно проговорить вот эту историю и сейчас просто вообще этого не делаешь вопрос не в том что ты делаешь креативную рекламу я тоже ведь делала всю жизнь а вопрос в том что я считаю что за этим будущее за тем что даже я даже для яндекса не не про я вот это говорю тебе сейчас про то что я я делала рекламу креативную всегда но там всегда был момент вот это 15 секунд когда ты говорил заходим в приложение заказываю да-та-та-та или вот такой-то состав такое-то вот это и именно сейчас мне очень важно доносить что вот это не работает я скорее куплю то что ты даже не произнесла но я я тоже о классные шорты я пойду посмотрю я ткну и пойду куплю отношения как будто люди надо всегда разживать как будто они не понимают без этого не все прекрасно понимают то есть лучше как знаешь у нас вот в актерском да мастерстве ты не скажи ты покажи это ну в смысле с существует так не надо говорить о любви сделай это будь этим и вот за этим будущее я абсолютно уверена я тоже так думаю но по крайней мере я очень часто получаю комментарии вот даже последняя интеграция которая у меня была с яндексом и там люди пишут почему не это крутят по телевизору ну то есть реклама реклама но зрителю приятнее это смотреть и видимо потому что как раз таки там не я не стою и не говорю да я понимаю чем-то я тоже согласна что за этим будущее и наверное хочется просто чтобы креативная индустрия которая сейчас набирает обороты она начала больше доверять но я уже вот чувствую по крайней мере в работе которая у меня я чувствую доверие и для меня это всегда важно а когда я не чувствую доверие я никогда не вернусь скажи пожалуйста какие у тебя планы творческие я знаю что ты еще и поешь притом у тебя песни очень провокационные просто это такой вброс когда ты это выложила я думаю вау вот это вообще без тормозов вот это такая свобода вот тут тебе не важно кто что подумает этого это просто кайф а для чего тогда иметь как бы вот эту всю штуку если не делать вбросы которые просто ну потому что ты хочешь этого вот люсь я честно скажу мне это тоже очень по кайфу но люди не поняли совсем они подумали что я на полном серьезе им все это говорю а я не то чтобы ну не на серьезе потому что те кто говорили ха-ха ты всех простебал да это тоже не так иногда у меня есть настроение по ощущать себя вот так и как бы ну мне кажется как на самом деле у любой девушки и грех там в этом не признаться я бы к этому вернулась но в этом случае количество хейта оно чуть-чуть меня затормозило я заметила такую вещь когда ты что-то делаешь ты привыкаешь в какой-то момент как ну к правильной связи определенно да и ты уже не обращаешь но когда ты начинаешь делать что-то новое то ты заново учишься воспринимать весь негатив потому что новая сфера как да и ты такой как бы свою душу еще будучи не до конца уверенным а тебе блин капец ужасно фу оля бузова и ты такой блин и тебе это ранит и поэтому у меня была некая пауза сейчас и буквально вчера как это забавно что ты вообще спросила я услышала песню которая так и не выпустила и думаю блин надо выпустить срочно надо выпустить вот сейчас ты спросила все точно выпускаю выпускаю однозначно но они да они все такого жанра я и люблю хип-хоп если честно а ты в итоге выпустил эту песню она есть где-то да у меня есть две три песни у меня выпущены и вот сейчас хочу еще одну но как бы так знаешь относиться уже к этому реально как по кайф вот поговорив с тобой еще больше убедилась но ну потому что меня еще папа так драматизирует а когда выпустила ту песню от последнюю про на мою жопу смотрит с обожанием мне звонил папа и говорил вера это просто ужас ты сейчас потеряешь всех подписчиков что ты делаешь ну и как бы ты говоришь пап выдохни успокойся да я просто кайфую я хочу быть собой но все равно чужие страхи они на тебя ну хочешь ты или не хочешь как бы переседают и в какой-то момент ты думаешь блин что-то отписочки а наверное это вот из-за этого и ты начинаешь короче сомневаться и нужно прожить было вот этот этап тишины чтобы шкуру потолще отрастить и еще разок так оп уже более уверенно и в целом ты знаешь я певица я пишу свои песни и не только смешные то есть меня узнали люди как комедийную так вышла я не была такая просто я родила двух детей поздравляю юмора ну то есть никак не выживешь скроешься конечно вот и поэтому да я стала проявляться так хотя у меня до этого там словно в загашнике было куча лирики классные и потрясающий вокал и все остальные душа такая вот а когда юмор то с ну с душой там ну чуть чуть посложнее вот именно раскрывать и когда говорить давайте по душам поговорим просто серьезно это серьезно пожалуйста без шуток и я все пыталась понять как то есть там выпустишь какую-то песню там лирическую раньше и вот люди такие я все ждала пока будет смешно неужели нет неужели все неужели нет возврата неужели я не отмотаю это неужели я не смогу это изменить никак там зачем ты это делаешь что лучше там песни смешные были лучше и ты такой понимаешь это это просто водой тебя катили потому что ты как бы свою душу но здесь мне кажется надо знаешь с собой честно поговорить и понять что люди тоже далеко не все сейчас глубокие вот это я понимаю отлично и даже стоит мне сделать чуть сложнее что-то она залетает хуже конечно и я понимаю что в общей массе людям нравится выключить голову и типа вот просто ну супер понятно чтобы было и типа ха смешно это там жиза но к счастью есть и публика которая продолжает думать им интересно какие-то более сложные вещи но тут надо в себе отдавать отчет что что-то легкое и простое но будет всегда вируситься больше ну липсинге тому пример нужно понимать что какие-то вещи я например сейчас для себя это поняла что я буду делать это для себя я буду делать без ожиданий вообще без ожиданий просто потому что я не могу не делать потому что я я хочу это делать кто мне это будет понимаешь да я поэтому я решила и даже вот я вчера выпустила но какой-то я снимала в поддержку этой песни как я там пою и кусочек да я выложила и прям честно написала что я мне тяжело дается мне сложные поэтому я решила что я буду для себя просто вот все как будто знаешь так вот договорились как бы вот я вам я вас предупредила вот и поэтому сейчас я просто буду делать и даже не будут ни комментарии ничего я буду смотреть мне будет по кайфу что я проявляюсь так как я должна так как я хочу проявляться и мне кажется что это важно прям разделять где я зарабатываю деньги условно говоря да где я делаю просмотры и охваты я четко это понимаю с холодным носом что это будет охват а это будет того чтобы кастинг-директор увидела сказал вау классная актриса я понимаю для чего я это делаю а эта песня потому что это вот для моего ребенка внутреннего который мечтал чтобы это было понимаешь все и когда все по полочкам ты не ждешь отсюда просмотров а отсюда денег ты не ждешь ты понимаешь что деньги они будут вот от как актерского ролика ну потому что меня утвердят условно потенциально да это такой длинный такой путь денежки но он тоже может случиться но знаешь все равно вот я себя знаю что любопытство будет перевешивать и я все равно буду читать и я всегда я еще и знаешь очень люблю отвечать аудитории очень многие пишут слушай ощущение как будто ты мне лучшая подруга потому что ты всегда отвечаешь я к сожалению далеко не всем могу ответить но я очень стараюсь ответить ну какому-то большему количеству людей потому что я как минимум заряжаюсь от обратной связи я такая вау круто поэтому даже какой-то негатив на творчество но среди негатива будет что-то и хорошее а получается я пропущу что-то хорошее от своей аудитории поэтому все равно мне надо отрастить шкуру и читать просто фильтруя как-то это для себя конечно хотя возможно ли это как бы эмоции они все равно есть короче надо просто любить наверное то что ты делаешь дорогая я я бы не останавливалась вообще на одной волне и так круто я благодарю тебя за этот разговор взаимно очень то есть поговорить с с кумиром и вдохновителем это просто это очень клёво видеть новое поколение ребят которые креативят и делают вот по-настоящему не на отъебись а прямо круто классно ярко это это невероятно приятно я желаю чтобы у тебя были большие успехи внутри соцсетей и на youtube я знаю ты тоже начала уже свой путь и youtube это вообще отдельная тема для выпуска если хочешь еще соберемся потому что это меня новая площадка я за полгода сделала миллион просто ушу это пушка и конечно же на поприще актерском пускай все сложится и будут роли которых я просто уверен спасибо вот ты мне говоришь комплименты я тоже хотела сказать комплимент во первых спасибо за опыт которым ты поделилась во вторых за то что ты так ну реально изучила как бы ну меня то есть что мы говорили настолько на одном языке это так приятно чувствовать что человек к тебе правда с душой ну и конечно поговорить ну с тем кто по сути открывал все то что мы сейчас продолжаем это отдельное желаю тебе взаимно ролей потому что это наша такая боль когда хочется больше и пусть она так и будет мне кажется так и будет спасибо тебе большое спасибо ну а мы с вами прощаемся ребят до следующей недели не забывайте подписываться на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить наше следующее видео а также пишите ваши впечатления от подкаста и ваши вопросы в комментариях я обязательно их посмотрю и отвечу на них до следующей недели пока пока